Дети сироты В течение этого года более 53 ребенка получили первые, вторые, третьи места на международных конкурсах, олимпиадах. Более полутора тысяч детей являются победителями спортивных, творческих, интеллектуальных конкурсов в республике и за рубежом. В целом в течение 25 лет независимости более 500 детей получили призовые места и принесли свои достижения в копилку интеллектуальную нашей области. Это около 500 детей. Меня пригласили, потому что я занимаюсь спортом достаточно серьезно. Я за 5-6 класс заработала более 12 медалей и из-за этого меня позвали сюда. Ну, я просто здесь никогда не был. Мне пока нравится все. Красиво, очень большое здание. Все на уровне. Я сюда попал, потому что я участвую в олимпиадах, я хорошо учусь в школе. И, наверное, потому что у меня, ну, как бы, я очень часто участвую в олимпиадах, и поэтому у меня вот значок, где, вот с этой вот стороны, это за то, что меня, я, точнее, попал в энциклопедию адренных детей. Ну, и очень часто в олимпиадах, опять же, участвую. По всем предметам в этом году участвовал. И по математике, по биологии. В общем, разносторонние предметы. Я так думаю, потому что я участвую на различных олимпиадах в области истории и информатики. Еще я занимаюсь танцами, ездила на чемпионат Казахстана и привозила призовые места. Меня позвали сюда, потому что я отличница, и я хорошо играю в шахматы. У меня уже есть 4 медали, 3-й разряд, и я участвую в различных конкурсах, олимпиадах, которые занимают первые и вторые места. Долгожданный праздник начался со всеми любимого хоровода. Мальчишки и девчонки в красивых карнавальных костюмах вводили хоровод вокруг зеленой красавицы. Участвовали в конкурсах, устроенных Снегурочкой и другими персонажами. Сказочные персонажи и герои популярных мультфильмов развлекали детвору песнями, танцами, театрализованными постановками, предлагали поучаствовать в увлекательных викторинах. Самые юные участники новогоднего представления рассказывали стихи. Наша елка велика, наша елка высока. Выше мамы, выше папы достает от потолка. Как висит ее наряд, как фонарики горят. Наша елка с Новым годом поздравляет всех ребят. Дед Мороз на санком вщица, он подарочки везет. Праздник в дом уже стучится. Самый лучший Новый год. Вокруг елочки нарядной мы закружим хоровод. Бусы, шарики, гирлянды. Самый лучший Новый год. Ловко отплясывали и добавляли задора Алдар Кассей, Микки Маус, знаменитые герои из мультфильмов «Маша и Медведь», «Мадагаскар» и «Фиксики». Дружным хором дети вызывали волшебника Деда Мороза с внучкой Снегурочкой. Их появлению предшествовал нежный и обворожительный танец снежинок. Меня ждали, с кем пришел я, угадали. Рай, со мною внучка, да забудь ее, Снегурочка. В 11 часов по местному времени со словами поздравлений к юным актюбинцам обратился президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Его речь транслировалась в одно время по всей республике. От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом. Пусть все ваши мечты исполнятся. Желаю счастья и радости. После президента эстафету поздравлений подхватил Аким нашей области Бердебек Сапарбаев. Он пожелал детям новых успехов и знаний в будущем году. Целый год вы ждали этого праздника. Для детей самый главный праздник – это Новый год. Как сказал глава государства Нурсултан Назарбаев, сегодняшний день специально для вас, чтобы вы сегодня веселились. Сегодня в этом зале собрались самые лучшие наши дети, победители международных, республиканских, олимпиад, конкурсов, соревнований. Сейчас вы их видели, мы вами гордимся. Мы считаем, что вас будет больше, от вас будет зависеть будущее нашего государства и нашего региона. Вы – наша гордость. Еще больше знаний, еще больше пятерок в дневниках. Вот такое желание сами для себя загадали участники президентской елки. И, конечно же, те, кто участвует в республиканских и международных спортивных, интеллектуальных и творческих первенствах, пожелали себе побольше золотых медалей. Достигнуть хотелось бы больше пятерок по предметам. У меня сейчас немало четверок, скажем так. И хотелось учиться намного лучше и получше знать некоторые языки. Хотелось бы достичь самых лучших результатов в области танцев и, конечно же, в области учебы. В этом году у меня будет чемпионат области по шахматам. Хочу получить первое место, ну или второе, чтобы и поехать на чемпионат Казахстана, а также стать чемпионаткой. Завершилось празднование фуршетом, вручением поздравительных открыток от имени президента Казахстана, а также ценных подарков, книг, планшетов и сладостей. Это была наша традиционная пятничная рубрика «Подробности» и я, ее ведущий Антон Пережогин. Звоните, предлагайте свои темы, а также становитесь соавторами наших будущих программ. До встречи в новом году.